В 2019 году общее количество людей, употребляющих наркотики, равнялось примерно 271 миллиону человек, что составляет 5,5% населения Земли. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году мировое производство кокаина достигло рекордно высокого уровня в 1976 тонн, что на 25% больше, чем в 2016 году. В первую очередь это обусловлено увеличением производства в Колумбии, которое поставляет около 70% от общемирового количества кокаина. Несмотря на то, что мирное соглашение правительства Колумбии слева радикальной повстанческой экстремистской группировкой ФАРК, подписанная в 2016 году способствовало сокращению производства кокаина в центральных районах страны. Уже в 2017 году площадь выращивания кокаинового куста увеличилась на 17%, а объем производства вырос на 31%, что обусловлено переносом плантаций в отдаленные районы. Ввиду этого в 2017 году в мире правоохранительными органами было изъято рекордное количество кокаина – 1275 тонн, что на 13% больше, чем в 2016 году. Мексика является важным связующим звеном в системе мирового наркотрафика. Активная вовлеченность Мексики в перевоз контрабанды насчитывает более 100 лет. Во время сухого закона в США Мексика стала крупным поставщиком нелегального алкоголя. А после его отмены сформировавшиеся преступные сообщества приступили к поставкам героина и каннабиса. В течение почти всего XX века у власти в Мексике находилась институционно-революционная партия. Есть мнение, что во многом благодаря ее коррумпированности наркокартелям удалось покрыть страну сетью нелегальных перевалочных баз для транспортировки наркотиков. В конце 1980-х годов, после того, как США удалось уничтожить карибские маршруты, используемые колумбийскими картелями для контрабанды кокаина, мексиканские банды вышли на международную арену, предложив коллегам Эскобара свои услуги. По данным Управления по борьбе с наркотиками США, мексиканские наркокартели являются крупнейшими иностранными поставщиками героина, метамфетамина и кокаина в Соединенные Штаты. Героин и метамфетамин они производят самостоятельно, а вот кокаин делают в Боливии, Колумбии и Перу, а затем транспортируют через Мексику. Только в период с 2016 по 2017 год производство героина в Мексике увеличилось на 37%. С 2006 года мексиканские власти ведут войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. С момента начала этой кампании в стране было зарегистрировано более 300 тысяч убийств, а в 2018 году ежегодное число убийств достигло нового максимума – 36 тысяч. Эта тенденция продолжалась в 2019 году. Ежедневно в стране совершалось около 90 убийств. Часто на найденных в мешках трупах обнаруживают так называемые наркоманты – листы с сообщением от наркокартеля, адресованным, как правило, конкурентам или властям. На данный момент на территории Мексики существует несколько десятков наркокартелей. Давайте посмотрим на самые известные из них. Лос-Сетос. Этот наркокартель состоит из бывших мексиканских военных. Группировка имеет репутацию отморозков и известна массовыми убийствами мирных жителей, оставлением частей тел в общественных местах и публикацией видеозаписей убийств в интернете. Согласно отчету исследовательской службы Конгресса США, помимо наркотиков, группировка активно занимается рэкетом, контрабандой и похищениями людей. Более того, члены картеля являются адептами культа Санта-Муэрто, Святой Смерти, последователи которого поклоняются смерти. Нужно сказать, что это верование довольно распространено в Мексике и не связано с убийствами и сатанизмом напрямую. Однако члены Лос-Сетос в своей вере в Санта-Муэрто имеют довольно варварские привычки. Так, обычная для рядовых жертвоприношений Санта-Муэрто текила заменяется кровью врагов из других наркокартелей. Тарелка с едой заменяется отрезанной головой, а просят у Святой Смерти члена Лос-Сетос быстрой и славной гибели. Синалоа. Этот картель считается доминирующим наркокартелем в Мексике. Его основал и возглавил тот самый Эль Чапо, осужденный в США в феврале 2019 года. На долю картеля приходится до 60% всего наркотрафика в США, из-за чего в 2011 году Гусман был объявлен Вашингтоном самым опасным преступником в мире. Головным центром картеля является город Кулиакан в штате Синалоа. Важную стратегическую роль для картеля играют три штата, известные как Золотой треугольник – Синалоа, Чихуахуа и Дуранго, где находится большинство полей для выращивания марихуаны и опиумного мака. В картеле состоят как минимум 150 тысяч человек, которые контролируют 16 мексиканских штатов. В мировом масштабе картель стал известен после того, как открыто выступил против армии Мексики. Боевики Синалоа взяли в осаду город Кулиакан и добились освобождения сына Эль Чапо, которого захватила полиция. Перестрелки прекратились только после личного приказа президента Абрадора отпустить задержанного, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Картель нового поколения Халиско – это самая быстро растущая из всех преступных группировок Мексики. В настоящее время картель борется с Лос-Сетос за контроль над городами штатов Халиско и Беракрус. Картель расширил область своей деятельности от западного до восточного побережья Мексики всего за полгода и несколько раз выступал в качестве наемного отряда для помощи Синалоа в борьбе с Лос-Сетос. Правительство Мексики расценивает данную группировку как одну из самых опасных, особенно после того, как в мае 2015 года ее членами был сбит военный вертолет. Большое спасибо за просмотр! Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Телеграм. Ссылка будет в описании. До новых встреч!